Всем добрый вечер! Скажите, пожалуйста, как связь? Как-то я долго выходила в эфир, и поэтому мне нужно узнать, как мне видно и как мне слышно. Отлично! Вообще замечательно! Как обещала я сегодня с бокальчиком поговорим о предстоящем марафоне, ну и, собственно, по дороге захватим остальные вопросы, которые будут вас интересовать. Ну а для начала добрый вечер! Убежала в лобби-бар, нашла здесь себе единственное свободное креслице и зачекинилась, так сказать, в уголочке. Отлично! У меня и видно, и слышно замечательно! Да, пока мы все собираемся, я быстренько протаратурю свою скороговорку про телефон, который внизу написан. Это телефон для марафона, если вы хотите принять участие, марафон стартует 28 октября. Будет идти он целый месяц. Входит в этот марафон ежедневные практики по йоге. Утром йога-практика для беременных и для тех, у кого есть противопоказания к фитнесу. И вечером будет... Да, добрый вечер, спасибо большое! Вечером будет йога для всех остальных, кто хочет поёжить, кто любит йогу, или, возможно, кто никогда в жизни не ёжил и не знает, с чего начать, то это для вас отличный шанс попробовать, возможно, это важно. Также будет два раза в неделю эфиры про психологию. Все это вместе взятое стоит, ну, тысячу рублей. Если вы хотите принять участие, пишите вот на этот номер телефона. Я вам отвечу, как оплатить и как принять участие. Ёжить можно всем, девочки, ещё раз сразу же. Неважно, с какой точки Земли, Вселенной, возможно, вы с другой планеты, тоже можно принять участие. Добрый вечер! Привет, привет, Крым! Привет, девочки, привет, мальчики! На разные темы, солнышки. Я вообще выходила днём в эфир, ответ вопрос был по марафону, но он у меня вылетел. Это не тот эфир, который 2 минуты запись, а там эфир был на 30 минут, и он вылетел. Я не знаю, почему. Такое бывает. Причём здесь вылетает эфир в основном в Инстаграме, а в марафонский Инстаграм не вылетает. То есть там эфиры идут от начала до конца, вообще без проблем. Спасибо. Добрый вечер. Ещё раз за вас. Да, я знаю, хорошее приложение, очень красивое. У кого нет желания ждать старта марафона, у вас есть моё приложение, которое стоит 290 рублей. Чтобы его найти, можно зайти в мой профиль, или там шапки в профиле, на самом верху такая синяя ссылка. Это ссылочка на моё приложение. Старт фитнес, там йога, там растяжка. В общем, там всё. Спасибо, девочки. Я вам больше скажу, не я ваша мотивация. В каждом человеке есть своя мотивация. В каждом из вас живёт мотивация. Её просто надо разбудить. На Гуан не отдыхала, хочу туда полететь. Как раз сейчас уже нашла отель, и обговариваем цены. И чуть позже будет информация по поводу зимнего тура с Исой. Привет, Одесса. С бокальчиком Рома тоже отлично. Соседи шумят. Также шумят. Это же Адам и Ева, там постоянно в хате на хате. Днём они спят, днём тишина. К вечеру они начинают раскачивать публику, а к ночи они там веселятся по полной программе. Смотрю на себя такой румянец, хорошо подзагарить. Сегодня солнышко такое прям горячее было. Соси, покажите. Это Суламанов. Походу даже через переводчик писал. Но тут даже язык впадло, если честно. Всё равно не поймёт, о чём я. Германия, тоже привет, тоже не спит, тоже на связи. Добрый вечер. Йога помогает похудеть, не только похудеть. Девочки, я вам вообще, хотите, я вам открою очень интересную вещь про йогу. Если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело молодо, чтобы оно было подтянуто, без пластических операций. Это, знаете, как фитнес для тела, там приседы, чтобы попу накачать, чтобы она была круглее. Пресс мы качаем, чтобы уменьшить объём талии, уменьшить жир в области живота. А йога ещё помогает подтянуть лицо, сделать более чётким контур лица. Вот я, в принципе, живой пример и доказательство моих слов. Потому что я с лицом ничего не делаю в плане скульптуры линий. Есть же много сейчас там фейсбилдинг, модное название такое. Кстати, он пришёл из йоги. Сначала была йога, потом уже оттуда сделали какие-то новые направления. В йоге почти каждая асана работает со всеми мышцами. Потягивает лицо. Абсолютно. Вот правильно, йога – это жизнь. Улучшает метаболизм, ускоряет все обменные процессы. Это очень круто. Как полюбить себя? Солнышки, вы понимаете, я же как раз давала семинар в женском, господи, как он, не марафоне, а форуме, на женской форуме. Да, бывают с мужем поездки, но редко. Почему? Потому что мой муж очень капризный ребёнок. И я его на третьи сутки уже убить готова. Говорю, всё, Валерич, давай-ка это будет последняя наша поездка, потому что моя нервная система мне дороже. Давай-ка отдыхать как-то по отдельности. Ну, слава Богу, он меня слышит. Добрый вечер. Вот, и я сейчас по поводу фейсбилдинга, и можно ли там стать более потянутой, более стройной. Можно, можно, благодаря йоге. Почему про фейсбилдинг скажу? Потому что оттуда идёт, из йоги идёт начало. То есть очень много практик взяли для работы с лицом. Добрый вечер, да, всем добрый вечер, кто только присоединился. Острый лейкоз. Девчонки, вы мне когда такими умными пишите, ещё там в скобочках. Межрёберную неврологию 100% можно, она у меня была. Причём была долгое время, на протяжении года. Да, я не знала, что мне делать. В принципе, это, ну, такой был хороший пендик для меня, чтобы пойти в йогу. Я тоже мучилась, не могла уснуть, ни вдох, ни выдох. Я вообще думала, это сердце, потому что у меня с левой стороны кололо. Именно в этом марафоне только йога. В марафоне, который я буду набирать через неделю, будет фитнес утром, йога вечером. На щёкиной Маргарите я буду делать марафон. На примере, что на примере. Спасибо, девочки. Начало 28 октября. А, рак крови, отказ от жизни. Что вас разочаровывает сильно? Если это, я вам сейчас так скажу. Всё, что касается онкологии, если это было обнаружено в детском возрасте, то это надо уже копаться к родителям. Демы на ладонях, мелочные, впечатлительные. Не отпускайте. Девчонки, всё это я разбираю на психологии в марафоне. Подробно, два раза в неделю, прям уделяю много времени этому. И всё время мы поднимаем разные темы. И психосоматику, и женское начало, и мужское начало. Как побороть страхи, фобии, боль, обиды. Всё это я объясняю вот прям в марафоне. Прорабатываю это всё с вами. Вы оттуда выходите другими людьми. Я же говорю, это стоит всего лишь тысячу рублей в месяц. Я целый месяц с вами, как ваш член семьи, я жил с вами буквально. Потому что я утром в эфире с вами, вечером в эфире, и ещё на психологии с вами. То есть когда-то и три раза в день с вами. Постоянно вообще с вами. Щитовидная железа, творческое начало. Нереализованность, так скажем. Нос, сдержанная агрессия. Нос и горло, оральные зоны. То есть не выговаривайте, сдержите в себе, боитесь что-то сказать. Возможно, какую-то тайну держите. Вера у меня в йоге. Вера очень любит йогу. Иришка постольку, поскольку она любит акро-йогу, парную йогу. А Юра, он, как он сказал, а при чём тут йога, я футболист. Вот, собственно, с Юрой мы вот так разошлись. Почему такая низкая цена? Потому что, ну, не знаю, хочется делать доступную йогу всем и психологию. Вообще, в моих интересах, чем больше проработанных людей со стороны психологии, тем мне легче жить в этом мире. И моим детям будет как-то более готова платформа в нашей стране. Ну, это исключительно с меркантильной точки зрения. Да, она низкая, не спорю, но я же свои тоже цели преследую. Мне очень хорошо, когда я вижу своих подписчиков, подписчиков, они меня встречают, они меня обнимают, улыбаются, они меня рады. И меня это, уж поверьте, тоже радует. Это намного приятнее, чем приходят люди с какой-то там крысой на душе и тебя убить хотят готовы. Понимаете, это куда хуже. Вот в моих интересах, чем больше здоровых людей, тем лучше. Здоровая нация, это прежде всего. Кисть на левой руке, это тот же мой перелом, полный отказ от авторитетов. Вы их не признаете. Авторитет только вы сами для себя. Ну, давайте вам по кисточке полевой. Дальше не признавайте. Марафон в феврале. Это февраля. Вы представляете, сколько уже почти год будет. Цистит, зона блуда. Вот сами задумайтесь. Мама, папа, ваш любимый. Спасибо, девчоночки. А я рассталась с парнем, и меня уволили через неделю. Живу, родители жалуюсь. Вы знаете, одна дверь закрылась, другая открылась. Одна открылась, другая закрылась. Не стоит... Нет, это замечательно. Можно и пожаловаться без проблем. Пожаловаться и забыла. Но надо не забывать, что у вас жизнь-то она такая. Она очень интересная, многогранная. Все зависит от вас. Вы же сами сценарист своей жизни. Вы ее делаете такой, как вы ее хотите делать, как вы ее видите. Никто за вас не проживет вашу жизнь, так как вы ее проживете. Только вам знать единственное, что вы хотите. Если вы считаете, что кто-то пойдет и сделает за вас, поверьте, вы ошибаетесь очень сильно глубоко. Если вы хотите обидеться на кого-то, потому что кто-то сделал не так, как вы хотели, сделайте это сами. Правила жизни очень простые. Хочешь быть счастливым человеком, будь им. Просто живи. Живи так, как ты этого хочешь, а не кто-то этого ждет. Не надо ждать ни от кого, оценок, чтобы вас оценили. Не надо нравиться всем, жить в каких-то правильных, таких стереотипных амках. Вот я такая должна быть, потому что я должна быть такой. Никому ничего не должна. Каждый человек личность, каждый, кто сейчас смотрит, и каждый тот же мужчина, вы личность, вы единица. Больше таких нет, не повторяется. Истории, ошибки повторяются. А вы одна, единственная единица, и вы неповторимы, вы гениальны, вы превосходны. Вот и в себе вот это все доставайте, живите с этим. А мы любим жить через дерьмо, вы понимаете. Вот достать из себя говна какой-нибудь кусок и жить с ним. Зачем? Лучше как-то развивать другие стороны личности своей. Это и есть любить себя. Если я запуталась, не понимаю, что хочу от себя. Хороший очень вопрос. И мне нравится, что его вообще задают, потому что многие боятся задавать этот вопрос. Ну, потому что они уверены, что я же знаю, что хочу. Ну, быть счастливой, да? Это что, желание быть счастливой? Так это просто быть ей. Там, или быть фартовой. Тоже, ну, блин. А, я, извините, забыла. Да. Сейчас поговорим. Будет, Рита, марафон будет. Воспаление легких, разочарование в жизни. Чаще всего это отношения касается. Почему температура тела повышается? Потому что у вас упадок сильный. Очень много энергии не туда уходит. Для того, чтобы вам сейчас находиться как-то в тонусе, вам нужно, чтобы температура росла. Это ваше тело так устроено. Оно гениальное. Понимаете? У нас тело совершенное. Если вдруг какие-то сбои происходят в нашем организме, особенно в сознании, вы понимаете, что вы... Вас вампирят сильно. У вас... Вы становитесь энергодефицитными. Что такое температура? Огонь. Это энергия. Вам нужно поднять температуру в теле для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Вообще жизнь и действие. Если вы не будете поднимать температуру, ну вы, ну... Как бы так, немножечко подрастеряетесь. Я просто пугать вас не хочу. Сами понимаете. Поэтому это замечательно. Вот когда вы поймёте, кто вас так вампирит, что вы температуру поднимаете, когда вы избавитесь от них, тогда у вас будет всё в норме. И очень у многих людей температура действительно может держаться год в 37. Вот пока вы не поймёте, кто у вас так сильно, у вас нормально так... На женское начало, если кистали углево-мечники, обратите внимание. Мама, что у нас там, страх в сексе, нелюбовь в сексе, вам отмазка нужна, почему вы ими занимаетесь, вам нужно постоянно болеть по-женски, чтобы у вас были отговорки, ну почему сегодня вы не готовы, то есть у вас уже там всё был. И цистит был, и эпиленефрит был, у вас и молочится уже 1500 раз было. Осталось только вот, киста наконец-таки появилась, и вы теперь тоже с оправданием. То есть вот тоже эти моменты, подумайте, проработайте. Не живота тянет? Девчат, во-первых, обратите внимание, нет ли опущения внутренних органов. Ну, там узи сделать, я не знаю, сходить там к специалисту провериться. Если есть, то топе-то вам нужно фитнес и йога. Укрепить мышечный корсет. И йога помогает потянуть органы. Тот же вакуум, вакуум на ули. Офигенная техника. Сохраню эфир, сейчас буду засекать время, сколько он идёт, чтобы тоже не прошляпить. Некоторым нравится, конечно, болеть, а как без этого? Это и называется вторичная выгода. Почему онкология груди? Потому что, вот, Евгений и я, да, я так понимаю, сейчас ангел мой про цикл, частные головные боли тоже сейчас запомнила, про цикл и про боли. Идите к врачам. Так дело в том, что вопрос задают из-за того, что они уже по врачам 100-500 раз ходили. Никто ничего не сказал и не сделал. Поэтому уже последняя инстанция, это психолог, психотерапия. Онкология груди чаще всего у женщин, у которых ушёл муж, она не смогла простить, не смогла всю эту информацию переварить. Она до сих пор остаётся одна, ему как бы преданно верна. И всю эту жизнь болеет, и тянет на себе всю эту ношу, и она всей, та же зона чувств, грустно, и она всё это переживает так, что она себя уже загнала до онкологии. Понимаете, вот всё. А ей же надо, чтобы её пожалели. А она же вообще при смерти практически. Я вам так скажу, что онкобольные, а не знаете, с каким стержнем? Те особенно, которые выбрались, там палец в рот не клади, и по плечу откусит головой, как загомол. Я знаю просто онкобольных, я с ними общаюсь, и, ну, как вам сказать, это женщины с эгегей характером, просто они энергию не туда направляют, на обиды направляют. А возьмите в другого русла, направьте свою энергию, и будет, знаете, у вас конфетка, женщина будет со статусом, с, как же это сказать, с офигенной карьерой, потому что вы себя в чувствах догоняете, а вам карьерой надо заниматься. Чуть простыла насморк. Как я хочу болеть, блин, девки, вы бы знали, честное слово. Я себя уже ловлю на мысли, что я хочу заболеть. Не получается, блядь, болеть, вы понимаете? На херам я бы на этого психолога пожелала? Мне так и сказали, Марина, запомни простую истину. Настоящий психолог никогда не болеет. Мне эта фраза так в мозг мой врезалась, что я не могу заболеть теперь. Только сопля потекла. Я потом вспоминаю эти слова. Какой же я нахер психолог, если я в себе проработаю, и тут соплю не могу. Хренак прошел насморк. Только горло единой воды напилась. Все, чувство горло схватило. А потом просыпаюсь такая. На ночь думаю, дай бог, чтобы горло заболело, может, какая-то агрессия у меня сдержана. Херов, дров, блядь. Проснулась и след прошел. Думаю, где моя ангина, где мой больной горло? Я же еле спать легла, так болела. Знаете, вот как мне теперь, а? Как теперь жить-то без болезни? То могла же поваляться, там пожаловаться. Ой, Валерочка, помоги, спаси. Даже с похмелья, понимаете, не болею. Херовая жизнь без болезни, товарищи, херовая. По поводу головы, мигрени, головокружения, боль в голове у людей, которые или же слишком много думают об отношениях, а если бы акабы и загонять себя вот этим, вот прям в голове целый десятки, или у кого есть профессия, связанная с очень активной головной деятельностью, мозговой деятельностью, тоже пересиживать в голове. Финзики, математики, ну и так далее. Те же учителя, врачи, они же в голове, они же не в теле, они в голове живут. Знаете, какая нагрузка колоссальная происходит? Они периодически идут, такие ды-ды-долбанулась на год, для того, чтобы немножко в тело вернуться. Идет, идет, попах локтем, ай, это-то вот, хоть чуть-чуть в тело вернуться. Не наговаривай. Ой, да, девчат, я не боюсь уже, наговаривай, не наговаривай. Ну, наговорю, ну и что, поболел, кайфанул, поваляюсь, заболел хоть овощем немножко. Хорошо же, а? Ну, что плохого-то? Жизнь, она такая интересная, такая кайфовая, блядь, на всех одинаково заканчивается. Сука помрет, как ни крути. На этой лирической и нежной ноте хочу сказать вам, пожелать вам отличного здоровья и долголетия. Жадные вы про геморрой за пост. Жадные, не будьте такими жадными. Спасибо. Щитовидка, творческое начало. То есть вы, когда к чему-то шли, ну, уже в подростковом возрасте, уже даже, скажем так, в юношеском, к чему-то шли, там, обучались, у вас какие-то цели были, вы к ним шли, а в том хера какая-то тварь вам оборвала весь ваш пыл, страсть к этой цели. И все, вы не добились, всего лишь не сделав последний шаг. Собственно, бронхи это та же душа. Бронхи и легкие чувства. И вот вы один последний шаг не сделали к своему творчеству, там, где вы себя должны были раскрыть. И у вас щитовидная железа сказала, ну, извини, сорян. Замежная беременность. Девчонки, что такое беременность и дети? Продолжение жизни. Правильно? То ли вы не хотите в будущее пока идти, боитесь чего-то, то ли вы в настоящем не настолько уверены, что у нас тоже, опять же, женским началом. Насколько вы готовы принимать этого ребенка, продолжать свой род. Что у вас было у мамы с папой? Если у вас есть какие-то страхи, которые касаются именно вашей семьи, там, например, папа бросил маму и ушел, и вы в это ребенком видели, у вас это может остаться как блок на беременность. И вы там сколько не беремените, у вас будет или не вынашивание, или вообще не можем забеременеть, несмотря на то, что все показатели хорошие, вы абсолютно здоровая женщина, вы и ваш муж, а забеременеть не можем. Я все эти темы, солнышки, поднимаю в марафоне. Не поленитесь, сходите. Хотя бы один раз сходите. Если вам йога вообще неинтересна, ну, например, там вы говорите, йога это херня, это говно полное, что там йога может, вот, то у вас там хотя бы есть психология два раза в неделю. Это получается восемь практик по психологии. Одна консультация у нормального, среднего психолога стоит пять тысяч рублей. Одна. А тут восемь их будет. Причем такой хорошей проработкой. И вам, солнышки, спасибо, что верите в первую очередь себе, а не мне. Как я говорю, я в свой адрес благодарности и так достаточно получаю. И мне уже сложно себе давать оценку. Поэтому, когда вы говорите спасибо, Марина, вам, я вам всегда хочу сказать в первую очередь спасибо вам, потому что вы в себя поверили. Я для вас, это, знаете, как указка. Вы сами знаете, куда вам идти, но вам нужно подсветить дорогу, включить вам фонарь и направить, куда вам идти. И все, и вы сами найдете выход, вы сами дойдете до вашей цели. Моя работа только в этом заключается. Все делайте вы сами. Просто немножечко сбивают с пути. Лишний вес, это спасательный круг у людей, которые живут в стрессовой обстановке. Разумеется, если я вижу полного человека, несмотря на то, что он будет очень финансово обеспечен, у него будет очень хорошо все в жизни, он будет там чиновник или еще что-то. У него стрессовая ситуация. И он растет, его тело растет для того, чтобы его другие увидели. Да, ничего. Дело в том, что, я это читаю, но я объясняю, по болячкам, ангелы, по болячкам тоже психосоматика, все, что касается тела, вот здесь, в марафоне. Потом, я вам больше скажу, мы убираем блоки, зажимы во время йоги, практики. То есть, я могу вам сейчас просто рассказать, а что с этим делать. Ну, вот я, например, сказала, что там проблемы с животом, да, это страхи и непереваренная информация. Кишечник, живот, там, у меня что-то, живот постоянно болит, гастрит и все такое. Это непереваренная информация и зона страха. Но этого же вам мало, это же надо проработать и избавиться от этого. Правильно? А как это сделать? Вот, пожалуйста, марафон, там и будем избавляться. Гороскопы, господи, да вы мои сонные? Гормональные нарушения. Опять же, для чего они на... Все сигналы, вообще работа всего тела, все, что у нас происходит в теле, идет, в первую очередь, из головы. Для того, чтобы я делала эти движения рукой, у меня поступают сигналы из головы. Мой мозг дает сигнал рукам, сделай движение. У меня не рука сама по себе тела. Трупы разве умеют двигаться? Нет, конечно. Что управляет телом? Понимаете, я вам уже на каком плевитивном языке объясняю, как управлять своим телом. Что управляет нашим телом? Наше сознание. Все правильно. Если вы даете сигнал своему телу болеть, оно будет болеть, потому что вам это надо для чего-то. С какой-то целью. У вас всегда есть какая-то выгода, какая-то причина. Если я, блин, не хочу болеть, то я и не буду, как я и говорю, Марина, не накаркать. Да как я могу себе накаркать, если я уже жду, когда я забыла? Да поваляешь денек-два, отлично же. Блядь, из головы все. Поясница, позвонки, зона... Смотрите, спина – это основа. Жизни. А поясница – это платформа. Вот что у нас с этой платформой? Насколько она уверена и устойчива? Насколько вы устойчивы? Насколько у вас положение, я бы так сказала, положение уверенное, что вы стоите, и вам хорошо? Или нет? Про четыре кесарева что ответить, ангел мой? Что ответить? Если у вас были четыре кесарева, можно ли заниматься? Можно. Просто повторите, что именно четыре кесарева. Свою голову как вылечить? Вон, марафон, пожалуйста. Если я вам неинтересна, как психолог, есть другие психотерапевты, можно к ним обратиться. То есть, я же не могу вам тоже навязать, может, я вам чем-то неприятно, там, голосом, внешностью, еще как-то, жестикуляцией, то, что бог правил, на фермице, что-то. От спины, головокружение и боли. Шейный отдел, Ирина, от спины, не могу сказать, что прям от спины. Вы имели в виду вопрос в позвоночнике. Шейный отдел, конечно, если есть там у нас проблемы, грыжи, протрузии, смещения. Холодные руки всегда. Включается зона контроля, во-первых, а во-вторых, грудной отдел. То же самое, что у нас там. Если у нас есть деформация, грыжи, протрузии, опять же, то, конечно, обледенеть будут, а потом неметь. Растяжки можно лазером убрать. Я у себя уже тестирую на ягодице. Офигенно работает. Нет, я не дома, я в отеле в Турции. Я всегда субботы отдыхаю. А отрастите волосы, восклицательный знак. Зачем? Вопросительный знак. Токсикоз сильный, потому что она до сих пор свою беременность принять не может. Понимаете, все женское начало принять не может. У нее прям отторжение идет. Привет, Баку. Было три кета, я ревала, хочу чего-то. А ради Бога, почему нет? А почему нет? Ну, пусть четвертая кесарева будет. Если вы хотите родить ребенка. Прокожные заболевания. Все, что касается кожи, девочки, еще раз, это сдержанная агрессия. Нос, горло, кожа, сдержанная агрессия. Также выпадение волос. Еще стресс. Волосы, выпадение волос, еще и стресс. Даже, конечно. Фурунклы, смотрите, есть, например, категория прыщей черных, категория прыщей белые. Одни, это страх перед отношениями, это белые, это черненькие, такие угри. ну, черные, там, черные точки в игре. А есть белые, это внутренняя агрессия, ненависть, агрессия. То есть, если она в вас сидит, ну, так скажем, говнецо, короче, внутреннее, на кого-то, может быть, после какой-то ситуации. Обратите внимание, после чего эти фурунклы появляются, или после кого. конечно надо. А, выходили, страдали седалищным нервом, потом прошло, что я изменила, что меня это перестало мучить. Ну, седалищный нерв, это, опять же, надо начинать поясничный отдел, отвечает за нижние ноги. И что у вас происходило, поясница, опять же, платформа, что у вас там в кабинете была ли в жизни какая-то, все ли у вас было хорошо. То есть, что вы сами проанализируете, что ваша жизнь изменилась. Здесь даже вы уже себе более точно поставите какой-то диагноз по наблюдениям, чем я. мне же для того, чтобы вам что-то такое прям четкое сказать, надо хотя бы чуть-чуть с вами пообщаться, ну, я имею в виду отдельно, по отдельности, чтобы собрать какой-то ананас на вас и уже поработать с вами, дать просто технику на проработку. Пульс высокий. А у вас всегда пульс высокий? Или вот вы только сейчас стали наблюдать? Так, 30 минут прошло, девочки, я перезагружусь. Потом что опять вылетит, и будет мне жалко, что еще вылетит. Марафон стартует 28 октября, будет он идти целый месяц, каждый день вас ждет йога-практика по утрам для беременных и кому запрещены фитнес-нагрузки, вечером йога для всех любителей йоги, для всех желающих, для новичков, также два раза в неделю вас ждет психология. Все это прямые эфиры, чистые вам, девочки. Хотите принять участие, пишите вот на этот номер телефона, участвую. Стоит этот марафон одну тысячу рублей. Я вам обещаю, вы после марафона себя перезагрузите на 100%. Выйдите оттуда другими людьми. Перезагружаемся. Будут скоро личные консультации в ноябре. Продолжение следует...